Начищенные ботинки, белые перчатки, на плечах шевроны. В Брестской крепости собралось порядка 300 учащихся профильных классов военно-патриотической направленности. 11 городских учреждений образования тщательно подготовили свои отряды. Ведь участвовать, а тем более победить, в 4-м городском смотре-конкурсе строевой подготовки среди школьников – это важно и почётно. Вашему вниманию отряд государственного учреждения образования 3-я школа номер 13 города Бреста имени Валерия Ивановича Комана. В прошлом году участвовали в таком же конкурсе, заняли первое место. В этом году намерены тоже занять первое место. Мы долго готовились к этому, тренировались, и боевой настрой у нас. Считаю то, что строевая подготовка, она даёт подтянутость, слаженность всего отряда, то есть чтобы одновременно все чётко и красиво выполняли все строевые приёмы. Я считаю то, что это необходимо, чтобы такие проводились мероприятия, потому что это в первую очередь воспитывается патриотизм всего подрастающего поколения. И даже ученики, которые учатся не в военно-патриотических классах, тоже должны хоть капельку уметь маршировать. Сегодня мы прибыли на данное мероприятие для того, чтобы показать всему, чему мы научились, и показать, что такие данные классы не просто так создаются, что люди здесь и правду понимают, зачем они идут в такие классы. Несмотря на то, что данное мероприятие в основном для мужчин и так далее, военная подготовка тоже, ну, строевая ходьба для мужчин, мы чувствуем себя абсолютно комфортно, потому что мы готовились и подготовлены на все сто процентов. Участникам конкурса предстояло как можно лучше презентовать свой отряд в нескольких номинациях, в каждой из которых строгие требования, будь то безупречное выполнение строевых приемов в составе отряда, прохождение торжественным маршем или исполнение строевой песни. Главное, что в данном мероприятии с каждым годом принимают все больше и больше учреждений образования и нашего подрастающего поколения города Бреста, настоящих патриотов нашего города, Республики Беларусь, те ребята, которые видят свое будущее, которое они свяжут, наверное, с той или иной воинской службой. Да, будь это следственный комитет, будь это служба в вооруженных силах Республики Беларусь, в милиции, в пограничных войсках и так далее. Да, то есть это радует, это говорит о том, что в принципе наша молодежь готова защищать наш город, наши границы нашего государства. Воспитание патриотическое – это когда все находятся вместе, когда они знают, что такое гимн, что такое флаг, что такое вооруженные силы, а именно в строю формируются вот эти качества. За каждым из отрядов внимательно наблюдала не только судейская комиссия, в которую вошли офицеры частей Брестского гарнизона. Разделить с ребятами это важное событие пришли их друзья и родственники. Мороз по коже, настолько мне нравится, впечатлила, наверное, да, слаженность, как вот четко это все на самом деле тренировано. Во-первых, вот такой дух у детей, вот это вот то, что они способны вообще выдерживать это все, современные дети. Я почувствовал гордость, да, здесь участвует моя дочь, она учится в 13-й школе. Есть, скажем так, школы, которых можно выделить, естественно, я выделяю своего ребенка, вот, но, да, пусть судьи рассудят, скажем так, по достоинству, вот, ну и пусть победит сильнейший. А сильнейшим второй год подряд стал отряд средней школы номер 35. У остальных же ребят будет ровно год на подготовку к следующему конкурсу. Он в страну свою строго держит злойной чести. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин